Продолжение следует... Следующий указ номер два. В распуске Сейма вступил в силу в ту же секунду. И процесс пошел. Спустя неполные два месяца, 23 июля, родилась партия реформ. Затерса. Символично, но в этот же день в Латвии прошел и референдум о распуске 10-го Сейма. 94% участников проголосовали за. А дальше внеочередные выборы Сейма, на которых партия реформ обходит единство, хоть и проигрывает Центру Согласия. Это успех. Народ поверил в то, что теперь все будет по-другому. Но что-то пошло не так. Попытка впервые в истории взять в коалицию Центр Согласия оканчивается ничем. От свежеизбранных реформистов сразу же уходят шесть депутатов, так называемая «шестерка Олштейнса». Партию погубил кадровый вопрос, говорит сам Затлерс сегодня. Создать партию на голосах протеста в короткий срок невозможно. Вот вам мой ответ. Когда вам надо консерваторов, либералов и националистов, умеренных и коммунистов всех сплотить в одну партию, только потому, что они протестуют, это невозможно в долгосрочном периоде. Но и бесследно пребывание партии «Реформ» в латвийской политике не прошло, считает Затлерс. Ведь влияние олигархов на принятие решений удалось существенно снизить. Все по той же улице, к своему прежнему месту работы, к стокгольмской школе экономики, идет экс-министр образования Роберт Тилес. За полтора года в госаппарате он понял, политика не для него. Да и после автоаварии, которую он совершил в пьяном виде, его там вряд ли кто-то ждет. Будучи одним из основателей партии «Реформ», он и сегодня смотрит в прошлое с огоньком в глазах. Я бы не хотел смотреть на партию «Реформ» Затлерса как неудача. Мне кажется, во многих смыслах это большая удача. Во-первых, мы видим, что партии, которые создаются другим способом, медленно и так далее, никаким большим успехом не отличаются. Сейчас, которые идут на выборы. У них нет Затлерса, который мог бы раскреститься. Погодите, это не только один человек, мне кажется. Там все-таки было несколько людей, которые определяли тоже, ну, такие довольно радикальные пропозиции. Но я говорю, что это не... В этом смысле сразу нельзя смотреть как неудачу. Довольно большой прилив для многих людей, политиков, которые были востребованы перед этим. Если кто-то еще помнит, было все время такое, надо новые лица, новые лица. Вот и было. Пятая часть фарламента новая. Причиной развала партии Килис видит то, что те, кто стоял у ее истока, ушли в исполнительную власть, в правительство. И партией было просто некому заниматься. Отметим, что и сам Килис был одним из них. Сегодня экс-министр продолжает преподавательскую деятельность и пишет книгу о политике, возвращаться в которую не собирается. После выборов в Сейм не вернется туда и Валдес Затлерс. По мнению политолога Илги Крейтуса, партия реформ действительно стала своего рода трамплином для прыжка в политику для тех, кто в ней никогда не был. И даже несмотря на партийное фиаско, разочарования в политике у них нет. Почти все неплохо устроились. Те, которые создавали партию, они и сейчас на хороших местах и хорошо себя чувствуют. Ну, кроме бедного господина Тилиса, которому не нашлось места ни в правительстве, ни в других местах, ни в каком-то... Я не знаю, может быть, его втихаря в какой-то совет устроили, я не знаю этого. То есть он единственный пострадал. Они были бюрократами президентской канцелярии. Они знали, что через месяц они потеряют работу, что господина Затлерса не переизберут. Но, с другой стороны, они оказались нужными другой партии, это сейчас Вену-Отеба, где очень странно смотреть, что первыми лицами стали не старые члены партии, не те, которые создавали Вену-Отебу, не те, которые создавали Яунайс Лайкс, помним, откуда вышла Вену-Отеба, а стали перебеженцы из других партий. Стремительный взлет партии «Реформ» политолог со стажем называет небывалым случаем латвийской политики, а ее падение скорее закономерностью, которое, впрочем, ясно показало латвийцам, что порой даже распуск Сейма не дает желаемого результата. Очевидно и другое. Разочарование избирателя не столько в партии, сколько в самих реформах.